У меня, наверное, на лбу написано «Нагиби меня». Да? Написано? Вот я вот-вот-вот-вот... Написано, небось. Была ли я похожа на трапа? Да, поела золы немножко. Субтитрым подписчикам и гостям. Я Джетли, и в этом видео мы поговорим об ИП. Раз уж мне до сих пор его отголоски приходят в виде налогов и штрафов, хотя оно было закрыто ещё где-то в конце 2018-го, начале 2019-го года. Ну, типа, блин, там уже прошло три года, мне даже деньги не могут вернуть, которые я заплатила, переплатила, скажем так, не по своей вине. Но перед началом своего рассказа я бы всё же попросила вас поставить лайк этому видео и, собственно говоря, подписаться на канал. Может быть, ещё на тележинку, но это уже по вашему собственному усмотрению. ИП я открыла где-то примерно в году в 2017-м. ИП у меня было основано на дропшиппинге, и, короче, я договаривалась с поставщиками, которые у нас находятся в Москве, которые тоже имеют точки какие-то, продают косметику, там заключала с ними контракты и перепродавала через интернет-магазин их продукцию. В этом деле, казалось, не всё так просто, как я читала, как я изучала, и о многих вещах мне просто, ну, не сказали, не написали, да, там как бы всё это... Скажем так, приходится на собственном опыте узнавать. Был сайт, который уже закрылся, потому что там директор со своими этими партнёрами... Короче, директор наебал партнёров и свалил из России. То есть работали они по предоплате, ты закидываешь 3000 на этот сайт, и с тобой начинают работать. Вот, то есть у тебя идёт заказ через сайт, ты его быстренько оформляешь на том сайте, проставляешь данные, и с тобой с сайта как бы везут клиентов сразу. Если оформляется через, ну, из нескольких сайтов получается, там, допустим, корейская косметика, какие-нибудь колготки, ещё что-нибудь, ты ставишь адрес свой, тебе это привозят курьеры, ты собираешь, конфликтуешь в одну коробочку и уже отправляешь или доставляешь, собственно говоря, заказчику. Ну вот, почти сразу, как я начала вот эту вот всю деятельность, этот сайт ликвидировался именно вот по той причине, которую я вам говорила. Там говорили, типа, напиши заявление, мы не вернём тебе деньги. Ну, что-то нет. Многим вернули, но не всем. Вот. И даже несмотря на то, что я платила СММщикам, рекламщикам всяким, то есть там рекламировали на Яндексе как-то, я там вообще какие-то, блин, бешеные деньги платила, мне не предоставили доступ к админке сайта, то есть я сама могла там только размещать товары, при том, что я не могла ни импортировать, ни экспортировать самостоятельно, потому что это, типа, уже следующий уровень. И за каждый шаг, за каждое обращение, да, которое нужно было сделать, мне приходилось вплатить человеку, который мне сделал сайт. При том, что, типа, там у него команда была, всё такое. Это, конечно, в копеечку вылетело. Это было прям как-то, ну, безумно, безумно дорого, с учётом того, что это нифига не окупалось, потому что если ты не покупаешь косметику оптом сразу, а действуешь именно по дропшиппингу, тебе могут предоставить максимум 20% скидки у поставщиков, которые, собственно говоря, есть в Москве. Эти поставщики мне, по-моему, предоставили скидку 10%. И, то есть, мне ещё надо было продавать на этом сайте с ценой, чтобы она была ниже, чем у тех поставщиков, потому что, ну, как бы, вот, у кого вы купите быстрее? У тех, у кого дешевле или у тех, у кого дороже? Ну, и, собственно говоря, я ещё пыталась обращаться к блогерам с пиаром. Это тоже неприятная очень история, потому что я обратилась к одной девочке, я не буду её упоминать. Вот, я ей прислала там товар, по-моему, на 5 тысяч или на 3 тысячи, не помню, честно не помню. Это было вот прям, когда у нас магазин открывался, у нас там должна была в этот день пойти таргетированная реклама по Яндексу, к Гуглу, и у этой девочки должна была выйти реклама. Но у этой девочки она не вышла. А знаете почему? Потому что девочка сказала, что она заболела, и, типа, она не знает, когда выйдет реклама. Класс! Она сообщила, по-моему, об этом в тот день, когда реклама должна была выйти. Собственно говоря, перенести я всё уже не могла, потому что реклама запустилась. Если бы я обратилась к человеку, который мне, собственно говоря, мониторил этот сайт с перенесением, то, скорее всего, мне бы пришлось платить ещё деньги. Ну, типа, вот так вот, потому что каждое действие должно было оплачиваться. На сайт спустя где-то, ну, не знаю, по-моему, полгода или год у меня там лечение началось, я вообще нихера не втупляла, я не понимала, где я нахожусь, что происходит. В общем, это опустим. Короче, где-то через полгода, через год у меня поступил первый заказ на сайт. Первый, сука, заказ. На две вещи, по-моему, на помаду и на какую-то сыворотку от корейских производителей. Я, короче, позвонила этим корейским... Корейским производителям прям позвонила, прикинь, вот вообще в Корею. Такая... Нет, конечно, я позвонила поставщикам из Москвы, они сначала не взяли трубку, потом взяли, но сказали, что у них на сайте нет этих товаров. И, короче, заказ сорвался. Вот так вот, вот так вот. При том, что, ну, на сайте он у них был, и нам надо было обновлять их товары, которые у нас на сайте чуть ли не каждый день. То есть это каждый день надо было мониторить, что у них есть, чего у них нет, и проставлять там у себя на сайте вручную, потому что это какой-то вообще просто суперпростейший сайт был, но с нюансами. Вручную проставлять, что у них есть, чего у них нет. Эти позиции у них значились в наличии, но они сказали, что нет. Вот. Я, короче, решила нахер закрыть это ИП, потому что там еще надо было платить пенсионное страхование. Пенсионное страхование надо было платить тридцатку в год. Вот. Ой, там еще с оформлением, как бы вот с этим, с открытием банковского счета были траблы с поездкой в налоговый городок, потому что это все открывается в налоговом городке, и нигде больше. То есть там надо приезжать утром, отстаивать очереди, потом либо самим заполнять вот эти все бумаги для открытия, либо платить человеку, чтобы он тебе заполнил, потому что не всегда, не всегда есть возможность кого-то там о помощи попросить. Иногда они тебе могут проставить просто какую-то чушь, например, как мужской пол. Как в паспортном столе прям мыло. Что, серьезно? Я так на трапа была похожа? Была ли я похожа на трапа пять лет назад? Пишите об этом в комментариях. А похожа ли я сейчас на трапа? Надеюсь, что нет. А то гормональная терапия, а то под хвост пошло! Плохо. Собственно говоря, решила я нахер это ИП закрыть. Кстати, должна была еще быть либо печать, либо электронная подпись. Тоже денюжка. И доверенность это тоже денюжка. Если тебе в лом заниматься, или ты не можешь заниматься чем-то, допустим, оформлять договора с какими-то фирмами, вот это вот все, тебе надо оформлять доверенность. Она сейчас, по-моему, две тысячи, что ли, стоит. Ну вот год назад стоило две тысячи. До этого там полторы, что ли. Ну, не знаю, столько же. Не помню. Вот. Короче, закрывала я ИП тоже в налоговом городке. Я не помню. Знаете, я не помню. Возможно, просто в налоговой местной. То есть мне сказали, что тебе надо просто написать заявление о закрытии. И все. И все. Типа, никакие документы, если у тебя продаж по ИП не было, ты предоставлять не должна. Вот. Но это мне сказали в налоговой, походу. Походу, я все-таки в налоговой закрывала. Если нет, ну, типа, возможно, я ездила в налоговый городок. Я не помню. Это было уже давненько. Вот. И потом, через месяц после закрытия, там не сразу, конечно, его закрывают, это ИП твое. Там проходит то ли две недели, то ли месяц. Тебе приходит уведомление о закрытии. Ты еще пять лет должен сохранять документы на ИП. Потому что, типа, по ним тебе, возможно, придется что-то делать. Хотя мне пришлось что-то делать по ним. Вот. И через месяц после закрытия ИП надо было уплатить еще 30 тысяч тоже за пенсионное страхование и какие-то налоги тоже. У меня стояла, кстати говоря, программа «Контур Эльба». Она выдавалась бесплатно, с бесплатным доступом на год во время налоговых каникул, потому что у меня было оформлено ИП по упрощенке. Это УСН, по-моему, называется. Тоже не особо помню. Можно, конечно, сейчас поискать документы и у них покопаться, но они, по-моему, даже не здесь сейчас у меня. Вот. Короче, когда ИП оформляешь по упрощенке, у тебя есть год налоговых каникул, в который ты можешь не сдавать декларации, собственно говоря, да, там, может, нулевую только. Которую, видимо, надо было сдать. Не уверена. Мне в налоговой сказали, что ничего не надо сдавать. Вот. И, типа, там какой-то минимальный процент налогов платишь. Ну вот. Ну и пенсионное страхование, ясен пень. Короче, я это всё оплатила. Но фокус в том, что там вместо двух счетов в налоговой, да, в кабинете твоём личном, который налог.ру, сука, три счёта. И начисляются налоги на эти три счёта. Я оплатила по этим трем счетам. Но вышла какая-то мракобедина с тем, что один из счетов, там два одинаковых счёта, то есть ОПР или ОПС, короче, на один счёт зачислилось больше, чем нужно, а на второй меньше, чем нужно. И получилась у меня такая задолженность. Я опять же пришла в налоговую местную. Мне сказали, ничего, это всё там решится. Ну, знаете, ни хера это всё не решилось. И у меня была, оказывается, переплата в 4 тысячи на одном счету, а на другом нет оплаты. И, собственно говоря, за это мне начислили пени в довольно крупной сумме для пени. И когда я пошла в налоговую разбираться, что это такое, почему, почему это всё так случилось, мне сказали, вы знаете, у нас бывают глюки, вот такие вот. И это может зачисляться только если вы продолжаете работу ИП, ну, типа, в счёт следующих оплат. Так как у меня ИП закрыто, мы вам деньги вернуть не можем, так что оплачивайте те налоги, которые у вас есть. Но это было, это, вот это вот всё было в несколько месяцев, потому что сначала мне сказали, да, да, мы вам вернём деньги, только у вас не должно быть задолженности на счету, оплатите хотя бы ту задолженность, которая у вас есть. Я её оплатила. Деньги мне не вернули. Они должны возвращаться в течение месяца. Я приезжаю ещё раз. Они говорят, знаете, вы ещё пене должны оплатить, потому что если у вас есть задолженность, мы вам её оплатить не можем. Я говорю, вы можете перебросить эти деньги просто на эту задолженность, как бы, чтобы она её покрыла? Они такие, нет, типа, мы не можем. Ладно, я оплачиваю пене. Пишу заявление снова на возврат средств. Средства мне не возвращаются. Опять же, через месяц я к ним приезжаю, спрашиваю, что за хуйня? Я ездила с мамкой. Мамка спросила, что за хуйня? Я не могу, это уже настолько больная тема. Пиздец, хоть вообще ничего не платили. Живи бомжом, блин. Вот. Они такие, знаете, у вас срок давности прошёл. Прошло уже больше трёх лет. И мы вам деньги не вернём. Я говорю, то есть, вы начисляйте мне налоги спустя три года, да, закрытого ИП. Но вернуть деньги вы не можете. Они такие, ну да, у нас там это застревает, но, знаете, оно нам не доходит. Оно до нас не доходит. Типа, мы не можем этими деньгами воспользоваться. Вот они зависли, и всё. Классно. Классно, да. Вот. И сейчас, спустя, сколько уже? Четыре года считается. По-моему, да. По-моему, я где-то в январе закрывала ИП. Ну, вот, несколько лет назад, в январе. Спустя уже четыре года мне приходит штраф в косарь. И я вот думаю, может, мне его не платить, потому что... Какая-то хуйня, честно говоря. Там, типа, не предоставление каких-то деклараций. Хотя до этого мне они говорили, что мне не надо ничего предоставлять, потому что у меня продаж по ИПа не было. И вот этого вот всего дерьма не было тоже. Контур Эльба должна была отправлять декларации. То есть я их формировала в Контур Эльбе. Я их в электронном виде им отправляла. Какие-то, которые надо было. То есть, ну, это все делала. Но почему мне сейчас штраф приходит? Я не понимаю. Придется, видимо, снова ехать в налоговую и снова спрашивать, что за херня. На этот раз, разумеется, я тоже в налоговую одна не поеду, потому что у меня ощущение, что я когда до них доеду, я просто нахер сорвусь, потому что я не могу больше вот это все терпеть. Хватит это терпеть, блядь. Хватит. Пиздец, это как-то очень грустно. Вот какого-то... Где я живу? Где я живу? Кто я такой? Что я такое, блядь? Мне кажется, что они снова скажут, что ну вот вы где-то, блядь, посрались. Платите. Плати налоги. Вот. Ну тут хрен его знает. Может мне удастся как-нибудь хотя бы это выбить с помощью... Там, не знаю, может быть я... Попрошу у врача справку, что я лечилась в это время, что типа я была недееспособна. Может что-то такое, я не знаю. Либо опять придется обращаться к юристу, но уже не к тем юристам, к которым я обращалась, потому что пошли они нахуй. У меня есть теперь свой юрист. Блядь, к нему я буду обращаться. Теперь. Блин. Там... Блядь, у меня, наверное, на лбу написано наеби меня. Да? Написано? Вот я вот... Вот-вот-вот-вот. Написано, небось. Нет? Пиздец. Вот такие вот пироги. Короче говоря, если вы захотите открыть ИП, но вы не уверены в том, что ваше дело пойдет, у вас нет уже какой-то наработанной базы, да, покупателей, которые будут у вас покупать, когда вы ИП это откроете, лучше его не открывайте. Лучше откроете самозанятость. Ну, или какими-то другими путями надо работать, пока клиентской базы не будет. Если у вас будут вопросы, вы можете их писать в комментариях. Здесь, как бы, да, или в телеге. В телеге я отвечу быстрее, чем здесь, потому что тележника со мной всегда. А вот комментарии на Ютубе нет. Я как бы работаю. Как бы, да. Подписывайтесь на канал. У меня тут много, на самом деле, охуительных историй. Как вам мой макияж? Как бы, да, поела золы немножко, но все мы в этом году будем есть золу немножко. Вот. Мяу, я кошка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.